Всем привет, легендарные внучата! Вы находитесь на канале Бабка Шоу! И сегодня мы с вами пришли в роблок, чтобы создать скины очень классных ютуберов. Сегодня мы пришли, чтобы создать полную команду Влада А4. Как вы знаете, она создает из Влада А4 Кобякова, Глента и, конечно же, Серёги. Многие могут сейчас написать в комментариях, что Кобяков ушёл из команды Влада А4, но мне, честно говоря, не особо это важно, потому что Кобяков для меня лично легенда, и сегодня я тоже создам его скин. В общем, сегодня видеоролик получится очень интересным, в сумме мы сделаем быстро 4 скина, и я расскажу, как это делается. Кстати, меня узнала девочка на сервере, приветик, как твои делишки? Кью Вокс, её ник. В общем, ребят, видеоролик получится очень интересным, а перед тем, как его посмотреть, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. А мы с вами начинаем, погнали, легендарные внучата. Ребята, капец, сколько людей меня узнали на сервере, очень приятно, ищи, все попросили фото сделать. Хочешь безопасно купить робуксы, но не знаешь где? Тогда быстро переходи на сайт Robux Pierre, ведь работают они уже больше трёх лет. Надёжность у сайта гарантирована. А также хочу порекомендовать их телеграм-канал, где ты можешь выиграть бесплатный робукс, участвуя в различных конкурсах. Переходи на сайт Пристани Робуксов по моей ссылке в закреплённом комментарии, или отсканируй вот этот QR-код и покупай самые дешёвые робуксы только с ними. Ребятки, срочная новость, у меня появился свой телеграм-канал, который называется Бабка Шоу. Подпишитесь на меня, пожалуйста, потому что в сентябре, возможно, нестабильность Ютуба, и чтобы нам с вами не потеряться, обязательно подпишитесь на мою телегу. Просто появилась некоторая информация о том, что, возможно, забанят Ютуб в сентябре, поэтому просто подпишитесь на мою телегу, и тогда меня нигде не потеряете. Телега будет в описании и в закреплённом комментарии, везде оставлю, где будет возможно. Заходите, пожалуйста, и подписывайтесь. Ребята, я мог бы сейчас очень долго задерживать видеоролик, и мы пошли бы с вами создавать футболку Влада А4 в Роблоксе, тишица именно. Но я этого делать не буду, просто заходите ко мне в Дискорд, пишите мне в сообщение, и я отправлю вам эту классическую футболку. Либо вы можете её заскринить и просто обрезать, сейчас у себя её видите на экране. Это уже готовая тиширт Влада А4, и её можно надеть абсолютно на любой ваш скинчик. Просто надеваете чёрную футболку, вот эту вот как раз-таки наклеечку, и у вас автоматически получается мерч Влада А4. С этим мы с вами разобрались, поэтому давайте начинать создание скинов всех ребят из команды А4. Начнём, понятное дело, именно с Влада, потому что он является у нас главным персонажем команды, и для этого нам понадобится с вами зайти в раздел Charakter Sput Chased, и здесь, короче, выбрать заготовку, вот такую обыкновенную мужскую заготовочку. Далее, смотрите, заходите в раздел Body, здесь заходите в раздел Build, и немножечко подстраиваем вот таким вот образом плечи поуже. Потому что, как вы знаете, Влад А4 довольно высокий и довольно укомплектованный. Он не особо широкий, не особо узкий, короче, просто обычный человек. Примерно что-то подобное у нас получается с вами по заготовке. Теперь давайте с вами мы настроим лица и волосы. Заходим в раздел Body Faces, и прямо сейчас надеваем обыкновенное лицо, которое здесь можно найти. У меня есть несколько вариантов на выбор, это либо Skeptic, вот такое вот лицо, либо, короче, вот такое вот лицо, они оба за 0 робуксов, одно из заготовки из бокс, другое просто бесплатное. Но, наверное, это лицо мы оставим под Кобякова. Поэтому мы прямо сейчас выбираем вот такое вот лицо, и переходим в следующий раздел, который называется у нас Body Hair. Здесь мы выбираем волосы, и волосы у нас тоже есть абсолютно бесплатные. Это вот такие вот волосы из ивента Nars. Как вы знаете, Влад А4 очень любит перекрашивать свои волосы, и обычно у него пепельный цвет, поэтому это плюс-минус неплохо подходит. Теперь заходите в раздел, который называется Closing. Здесь заходите в раздел Classic Sheets, и в классических футболках надеваете просто черную футболку ALO. Ее можно получить в ивенте ALO абсолютно бесплатно, либо просто какую-нибудь другую черную футболку. Теперь, ребята, вам понадобится надеть штанишки, и это делается в разделе Classic Pants. Спускаетесь немного ниже и надеваете классические штаны, которые называются Black Jeans with White Shoes. Вот такие вот штанишки. И остается, конечно же, надеть только наклейку. Наклейку можно найти в разделе Classic T-Shits. Если вы ее загружаете в Roblox, она появляется вот здесь вот, на самом первом месте. Вот таким вот образом теперь выглядит наш скинчик. Согласитесь, довольно неплохо похоже на Влада А4. Кстати, многие, наверное, не знают, как загрузить футболку. Допустим, вы скачали эту картиночку, которую я вам показал, и что же делать дальше? Давайте быстро вам сейчас объясню. Вам понадобится зайти в Roblox с компьютерной версией. Теперь зайти в раздел, который называется Create. Здесь зайти в раздел, который называется T-Shits. И, короче, здесь можно бесплатно создать себе футболочку-наклейку. Для этого вы выбираете файл. Тот самый файл, который вы можете попросить у меня в Дискорде, в Телеграме, абсолютно везде, потому что я отвечаю своим подписчикам, и я вам скину эту наклейку. После этого, ребята, T-Shits успешно добавлена в ваш Roblox, и теперь она у вас есть в инвентаре. Ну хорошо, ребят, скин Влада А4 мы с вами создали. Теперь давайте создадим скин Кобякова. Абсолютно то же самое, ребята. Начинаем мы с вами с раздела Charter Puchase. Здесь надеваем как раз-таки нашу обычную заготовку, но Кобякова мы с вами уже переделывать не будем. Не будем ему делать с плечи уже, потому что Кобяков парень довольно крепкий и широкий. Теперь заходите в раздел Buddy, здесь заходите в раздел Faces, и надевайте вот такое вот лицо. Кобяков очень жизнерадостный парень. Жалко его, конечно, часто задевали, когда он еще был в команде А4. Но в целом, ребята, парень очень веселый. Всегда смеется, и настроение у него хорошее. Значит, и улыбка у него тоже должна быть довольно широкой. Дальше, ребята, вы заходите в раздел, который называется Hey, и выбираете здесь волосы. Для Кобякова есть один очень прекрасный вариант, и я думаю, что вот таким вот образом он выглядит. Как вы знаете, у него есть еще и очки, поэтому вы теперь заходите в раздел, который называется Akesoris Face, и здесь надеваете очки из заготовки Xbox. Вот такие вот обыкновенные черные очичья. Кобяков готов, и я думаю, что для бесплатного скина это получилось просто прекрасно. Просто прекрасное решение, потому что тут и мерч есть, и лицо похоже, и очки есть. Ребята, очки тоже очень даже качественные. И, конечно же, прическа. Теперь давайте создадим скин Глента. Вот тут уже все будет немножечко посложнее. Чтобы даже не переделывать, возможно, мы сейчас с вами просто снимем вещи Кобякова, и тогда нам будет гораздо проще уже подбирать вещи просто для Глента. Вот такая вот у нас заготовка должна просто получиться. Давайте мы ее сейчас с вами подредактируем. Для этого заходите в раздел Body, здесь заходите в раздел Build, и примерно настраиваем нашего Глента, точно так же, как и делали мы с вами с Владом А4. Просто делаем его немного худее. Теперь, ребят, необходимо настроить волосы нашего Глента, и тут, я думаю, могут возникнуть некоторые проблемы, потому что, как вы знаете, у Глента постоянно меняется его прическа. Она то длинная, то короткая, то зеленая, то красная. Короче, у него постоянно разные цвета его волос. И я нашел такую прическу, вы просто посмотрите, ребята. Мне кажется, это идеально подходит под Глента. Вот без шуток. У него даже как-то была такая короткая прическа, и были выбриты вот эти вот бока. По-моему, смотрится просто идеально. И мне кажется, сразу узнаваемым персонаж становится. Теперь, конечно же, необходимо нам поменять лицо. И для этого заходите в раздел Body Faces. Тут тоже все очень просто. Надеваем такое же лицо, как мы надевали в Ладу А4. Хотя, ребята, Глентику будет более свойственно надеть вот такое вот лицо. Оно просто офигительно смотрится. Вы просто гляньте. По-моему, идеально вышло. Очень похожий персонаж, и как бы сразу его увидев, вы поймете, что это пародия на Глента. А теперь остается скин Сереги, ребята. Один из самых непопулярных ребят из канала А4, но мне он нравится, наверное, почти больше всех. Очень классный персонаж. Давайте сейчас мы его тоже с вами создадим, чтобы создать Серегу. Нам понадобится тоже немного поработать над вот этой вот заготовкой, которую мы создавали ранее. Вы заходите в раздел Body, и снова заходите в раздел Build, для того, чтобы настроить нашего персонажа. Серега у нас довольно низкий парень, и тоже довольно маленький, в принципе, даже по сравнению с А4, Кобяковым и Глентом. Поэтому мы его делаем самым маленьким персонажем. Теперь нам с вами будет необходимо настроить его лицо, также настроить его волосы, и тут идентичная ситуация. Мы ему надеваем лицо, которое называется скептик. Далее вы заходите в раздел, который у нас называется Hey, и выбираем волосы. Тут все тоже очень просто. Вот такая вот простейшая причесочка. Мне кажется, эта прическа, в принципе, очень похожа на ту, которую обычно носит у себя на голове Серега. Теперь осталось надеть ему очки, и для этого вы заходите в раздел Acast or Ares Face. Чтобы были некоторые отличия от Кобякова, мы наденем ему немного другие очки. Вот такие вот коричневые, тоже из заготовки. В общем, что-то подобное у нас с вами получилось. Мне кажется, что Серега у нас получился самым непохожим из команды Влада А4. Самым похожим оказался у нас с вами Глент. Напишите в комментариях, кто вам понравился больше всего из команды Влада А4. И еще, ребят, обязательно подпишитесь на мой Телеграм. Не забывайте про то, что я рассказывал вам в начале видеоролика. Ну и, ребята, всем спасибо за просмотр. Вы находились на канале Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Здесь снова меня девочка узнала. Неужели такой популярный, что меня все узнают? С ума сойти. Очень приятно, ребята. Спасибо большое. В общем, спасибо за то, что посмотрели этот видеоролик. Всем пока. Гудбай, легендарные внучата. Встретимся в следующем видеоролике. А я пошел фотографироваться с подписчиками. Капец. Ё-моё, ребята, откуда столько вас взялось? Я вас очень сильно люблю. Просто капец как сильно.